– Р . Р . — Только Э и О растягивайте, они не е , а «э». О . Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, опечатки исправили? 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 Да. Хорошо. Тут даже вопросик один появился. Ну, доберём сюда и вопросика. Ну, давайте, Анатолий, начнём с упражнения первого. Так... Привнение первое. Значит, написать прилагательное в указанных формах. Пара... Другой дальнейший. Значит... Мужской род... Именительный поддерж... Единственное число... Парас... Ой... Мужской род... Формы можно не перечислять. Можно не перечислять, просто подряд образованный результат. Парас... Паран... Парая... Парашу... Дальше. Так, все согласны? Все... Все в виде Дениса и Ольги согласны? Парашу... Денис? Парашу... 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 Да... Да... Последнее. Местный поддерж... В нужное число. Так, еще раз, пожалуйста. Значит... От Пара... Парас... То есть Парас переходит в Парах... Да? Да... Пара... Значит... Парас... Паран... Параям... Парашу... Пар... Парашу... Значит... Парашу... 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 Так... У нас... С... Переходит... Кроме... А... И А... В Парашу... У нас же... А... Долгая... Почему вы... Перешли... Перевели ее... Церебральную? Ммм... Там... Р... Р впереди... Р впереди... Р впереди... Сейчас подумаю... Так... Так... Да... Пожалуй... 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 Вы правы... Хорошо... Дальше... Ни... Ча... Ни... Чи... Ни... Ча... Ни... Ни... Ча... Нам... Как все? Не все... Не все... Не все... Так... Раз... Два... Тут три варианта написано... Ну... Там... Именительный... Двойственный... Именительный... Винительный... В двойственном... У них окончание одинаковое... И... Именительный... Винительный... Множественное число... Окончание одинаковое... И... Да... Как это? Подъезж... И... Родительный подъезж... Множественное число... Все три варианта... Выходит... Следующее... Кшипра... Быстрый... Кшипрам... Кшипрам... Или Кшипрам... Кшипрам... Так... А долгую... Прошу произносить как долгую... Здесь... Когда... В упражнении... Все... Вокруг... Этого... Вы произносите как краткую... Кшипрам... Кшипра... Иос... Кшипра... Су... Шу... Су... Кшипра... Су... Кшипра... Кшипре... Шу... Все так классно? Да... Хорошо... Следующее... Диркхад... Длинный долгий... Диркхаис... Диркхаблис... Диркхасья... Диркхад... Нава... Новый... Новый... Навена... Наве... Навам... Наве... Навабхис... Навабхис... Хорошо... Ольга... Второе... Так... Напишите письмо... Диркхад... 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 Ас... Синхаз... Шакал... И лев... Самхи эс... Перед эс... Эс... Превращается в... Висаргу... И эс во втором случае. Ширгалас в висаргу превращается? Да. Ас в висаргу? Не ас, а это санхи эс. Так санхи ас преобладающий. Санхи ас преобладающий? Да. Но там эс просто выпадает. Почему выпадает? Перед звонкой. Она не звонкая эс. Хорошо, она не звонкая. Эс какая у нас? Эс всегда глупая. Эс всегда глупая. Поэтому это внешние санхи эс. Перед глухими глазами, в данном случае эс, эс превращается. А там, где идет гимхаз ча, эс перед ча превращается в ща. И получаем ширгалах симха-ш-ча. Симха-ш-ча, да. Так, шакал-обитал. Ширгалас авасад. Здесь уже санхи ас перед кратким а. Ас превращается в о. А у нас выпадает, превращается в аваграху. И получаем ширгало-васад. Так точно. Он стоял снаружи. Пахис ач-ча-тхат. Здесь у нас... Это санхи эс перед гласным. Это то, что страница 40, пункт 3, эс превращается в эр. Эр, да. И включаем бахи-ра-тиш-тхат. Так точно. И здесь, я так понимаю, слитное написание у нас. Да, слитное. Так. Четвертый. Он шел в лес. В леса. Банани агачат. Что? Куда? Честно говоря, не знаю. И перед разнородной гласной. А, то есть это как бы у вас такие... И перед разнородной превращается в е... В е... В цананту, да? Угу. Бананьи агачат. Бананья агачат. Угу. Дальше. Лев рычал. Симхас. Агарья. Агар-джат. Это санхи-ас. Опять перед краткой. А-ас превращается в о. А начальное а у следующего слова в аграху переходит. И получаем симхо-гар-джат. Так, так. Да, вот так. Да, да, да. Так, в следующий случай сын думает. Сутас кинтаяти. Санхи-эс перед че. С опять переходит у нас в ща. Плюс литное написание получаем. Сута-щи-чинтаяти. Да. Далее. Но здесь опять этот сас, я про это забыла. Сас-ачинтаят. Он думал. Ну, здесь опять санхи-эс перед гласной. Эс переходит в санхи-ас перед гласной, перед кратким а. Ас переходит в о. Начальная краткая а выпадает, превращается в аграху. И получаем со-чинтаят. Со-чинтаят. Дальше. Какой хитростью? Кена упаяна. Кена упаяна. Да. Не знаю даже, что здесь. Получается опять... Перед... А, то есть здесь опять получается внешние санхи-гласных. Так что ли? Ай-ю. Ну, да. Да? Да? Кино. Кино, да. Кино. Угу. Кино, кино. Кен с барби. Кино. Собственно. Кино ваяна. Ена. Дальше. Он громко кричал. Учайс. Акрасат. 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 Здесь внешние санхи-эс и-эр. Эс перед гуравстами опять переходит в-эр. Плюс витное написание. И получаем... Учайра крощат. Учайра крощат, да? Он бежал. Он бежал. Абхават. Ча. Только не Абх, а Адх. Адхават. Здесь регрессивная ассимиляция Т. Т перед Че превращается в Че. Да, в Че. Че. Получается? И плюс... Ну, последующий звук. Плюс витное написание. Разумеется, да. Ак-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. А я вас слушаю. Хорошо. Вы делали десятое это задание по Кочергиной? Доделала, но не доделала. Ну, четвертое можете сейчас озвучить нам? Не, не имею физической возможности. Вас понял. Денис. Спасибо. Я могу. Слава Богу. Ты пока еще даже не забеременел, поэтому у тебя вообще много времени впереди. Время немного нормально у меня. Давай, что ли. С делами тоже. Так. Митрау. Ганг-гайям. Гахет. Это я привел, как два друга купаются в ганге. Ныряют. Хорошо. Дальше. Так. Канья. Малам. Рачаяти. Там такие рачаяти. А, да. Вру. Рачаяти так и написано. Ну, здесь девушка плетет венок. Да, гирлянду плетет, да. Хорошо. Дальше. Вья вард хатат маджа. Вот здесь я не понял вообще ничего. Хорошо. Я не смогу поделить наши слова. Где оканчивается глагол? Какие у тебя, ну хорошо, какие у тебя предположения? Давай, рассказывай свои переборы. Ну, я пробовал с конца начать. Хорошо. В конце стоит существительное, поэтому надо немножко вглупо идти. Да, да. Я пробовал. Так. Здесь что-то растет, как бы. Я вот глагол там еще... Ну, конечно, растет, да. Там смысл, конечно... Значит, если приставка ви, а перед глаголом стоит аугмент, то происходит сандхи, получается, вья. А, ну вот это я не понял. То есть это что-то выросло. Ну, у нас что, не было этого глагола там, Ольга, что ли, в словах, что ли? Нет. Глава был вард. Был вивард. Я вот как бы... Понятно. Это есть вивард. Вивардха, как бы, я... Его как бы... Я вардха. Наш имперфект образовывается путем добавления вторичных личных окончаний, и в данном случае, в частности, это буква какая, Ольга? Это буква А. Окончание. А какая? А. Какая шучка. Какое окончание в глаголе здесь? Здесь основа вардха. Хорошо. А. Чай-та. Как-как? Та. Т, да, Т. Буква Т здесь это окончание. Значит... Значит, это какое лицо? Третье лицо. Третье лицо. Это окончание, то это... Третье лицо. То есть, если ты видишь посреди поезда Т, то он тебя должен настораживать. Тем более, что ты же знаешь, уже понял, где глагол. Если к глаголу добавил суффикс А, который образовывает основу настоящего времени, то тебе, конечно, осталось добавить только окончание, и всё. И всё, что останется, это будет другое слово. Ну, здесь получается в ярдхат, а вот атма, вот это я не понял. Атма-джа. Так в третьем, атма-джа, есть это слово, родная дочь. Я б сказала родную. А, вот это я не увидел. То есть, родная дочь выросла. Дочь-дочь, потому что она на А долгую, Ольга. Ну да. Ну да. Помните, у нас было джа в первом занятии, чуть ли не? Да, да, да. Вот это было там мужского рода, а здесь джа, А, долгая, поэтому женского рода. Ну да. Ну да. Выросла родная дочь. Угу. Угу. Выросла родной дочь. Нет? Нет? Скорее родная, у меня родная дочь, я как бы затрудняюсь вам ответить. Как-то отчужденно, хотите сказать? Винительный падеж. Ну, наверное, да. Одна и дочь. Угу. Дальше, Денис. Кашмин щит. Ване. Прямо таки, Кашмин. Прямо таки, Кашмин? Нет. Касмин щит. Вот другой. Другой. Дальше. Ване, Эках, Симхо, Васат. Так, хорошо. Ну, здесь, как бы, я перевел, как, в каком-то лесу. Да, в каком-то лесу. Обитал лев. Один лев. Один лев. Да, так точно. Хорошо. Дальше. Са, Са, Ча, Дивасе, Кухаям, Ма, Тиштхат, Нишаям, Ганак, Хада. Ну, здесь вот последним словом у меня сложности. Первая часть, как бы... А в чем сложность? Постой, постой. Ты глагол там вычленил? Глагол там... Где начинается? Как бы... Без вариантов. Адат. Я увидел глагол адат. Какой, какой глагол? Адат. Адат? И что же этот глагол должен означать адат? Там что-то про есть было. Ну, ка... Ка... Это есть, а не адат. А, ну так, ка-дат. Ка-дат. Жрать. Но не адат. А, ну все, так блин. Короче, это я затухнул. Да, есть такое. В общем, днем он прятался в пещере. Да, днем. Значит, и он днем в пещере находился. Да. А ночью поедал зверей, получат, животных. Дичью питался. Дичь. Да. Морга, дичь. Ну да. Ну да. Вот. Да, хорошо. Ты только теряешься перед глаголами, хотя здесь они не столь уж сложно. У меня с глаголами на самом деле сложность. У меня есть подозрение, что я что-то пропустил. Ну, и проделай предыдущие 10 занятий. Вдруг вот найдешь вот что, чего не было. Чего новое. Откроешь за себя. Так, ну дальше. Здесь у меня вариант, что ученики рамы выбирают подаяния. Учеников сколько? Двое. Двое. Так и говори. Еще раз. А, ну два ученика. Выбирают подаяния. Существуют подаяния. А то выбирают прям. Ну да. Ну да. Они коньки бы откинули, если бы не был подаяния. А то они выбирают. Типа, рис не буду, пудинг буду. Не выбирают они. Так, ну вот. Так, дальше? Дальше. Так. Прояго. Прояго. Ганга. Прояго. Прям яго. То есть, прям Макбет уже? Нет. Нет. Прояго. Ганга. Яму на я. Яму на я. Самга чхат. Самга чхат? Чхат. Чхат. Ну чхат, а чхат. А слово-то на какую букву заканчивается? А, чхат-те. Чхат-те. Да-да-да. Да-да-да. Филд дифференс. Ну. Нет. Хорошо. Так, перевод. Ну здесь в прояге ганга сливается с ямуной. Умница, стекается, сливается, да. Если бы была бы буковка Т, то что должно было быть иначе бы? Хорошо. Был бы сам гач. Сам гачат. Я принимаю. Что, тогда что здесь неправильно? Если окончание будет Т. Если бы будет Т, то это, получается, будет... Это будет... Другое личное окончание. Нет, это будет вторичное личное окончание. Хорошо. Но если ты уже вляпался и прочитал, как сам гачат, то уже выкарабкивайся и исправь тогда слой, как бы, ошибку, которая... Ну, точнее, не ошибка, а недостаток. Чего не хватает тогда Ольге нам еще? Если мы уже взяли вторичное личное окончание. Если мы взяли вторичное как Т, то мы должны будем переводить как Ганга с ямуной. Переводить-то и ладно. А с точки зрения грамматики что надо добавить еще? Если мы взяли прошедшее время, имперфект, взяли вторичное личное окончание, которое мы пока знаем только в имперфекте. Имперфект состоит из двух вещей. Из вторичных личных окончаний и... Ну и... Как это называется? Вы имеете в виду добавка А? Аугмента. Куда аугмент станет? Аугмент. Денис, как всегда, в начале. В начале чего? В начале глагола. В начале глагола. А начало глагола, когда у него приставки, это где? Перед приставками? Ну это хороший вопрос. Анатолий. Наверное он будет. После приставки, перед основой. Следовательно, где Денис будет? Ну давай, сделай это. Где у нас начинается основа глагола? Снова глагола, получается... Гач. Гач. Так поставь перед ней. А! Получается... Сама гача. Так, точно. Если ты нашел вторичное личное окончание, то будь добр, так сказать, последовательно все остальное тоже подгони. А если ты сказал гача-те, то вопросов к тебе нет. Будь внимательным. Это одна буква. Если ты будешь пренебрегать глаголами, дело дрянь. Поэтому будь внимательным. Хорошо. Хорошо. Так. Дальше. По улицам деревни слонихи бродили. Именно слонихи? Ну как бы... Ну как бы... У меня почему-то так... У меня почему-то так получилось. Объясни. Хорошо. Остальные пусть только не вступают. Объясни. Я принимаю слонихи, но объясни мне тогда. Ну... Ну... Во-первых... Во-первых... Снова гаджа... Снова гаджа не нафиг. Хорошо. Ты молодец. А ты санхи снял? Перед тем, как переводить слониха? Санхи, вот Санхи, вот... Если честно, я помню. Да-да, я понимаю. Ты начинаешь переводить без снимания Санхи. И у тебя получается... Не совсем то, что было. Так. Нет, да... Нет, да... Сейчас, секунду. Так, сейчас, секунду. Ольга, вы понимаете, о чем речь, да? Да, я понимаю, да, я понимаю, но... Тоже, честно говоря, написал слониха. Просто, как бы, даже если санхи снять, как бы, то, по-моему, все равно остается... Ну, давай, давай, расскажи мне, значит... Гаджа-бхрам-янти. А, теперь понимаю. Ты уже определись, кто перед тобой? Женщина или мужик? Слон или слониха? А то твоя неразборчивость, знаешь, приводит к последствиям печальным. Ну, как бы, то, снятие санхи, там было гаджа-бхрам-янти. Гаджа-бхрам-янти, конечно. Ты же должен переводить текст, а не какую-то его измененную форму. Ты должен сперва снять санхи. Гаджа-бхрам-янти. А, следовательно, там не женский род. Анатолий, у вас как было? Кто был? Гермафродит? Слон он не был. Слон он не был. Слава богу. Только почему слон, а не слоны? Так, еще один. Не знаю. Не знаю. Чего, значит, не знаю. У меня был слон. У меня был слон. Отлично. То есть вы просто плевали на грамматику. Эти дуло, значит, увидели А, и как лохи повелись на то, что тема данного урока это А долгая, поэтому, значит, везде, где А отвинт, значит, женского рода. Это понятно. Все. Про санхи уже забыли. Все. Да, вычеркиваем. Анатолий плевать хотел на грамматику. Он не знает что, а у него один слон. Тут не один слон и не много слоних, а слоны. Мужского рода. У меня отвлекающий момент был. Да, это слово. Видать. Не до конца перевел. На множественное число последнее окончание последнего слова. Да, вообще-то, если даже вы плевать хотели на, значит, санхи, то у вас должно было... А, ну да, вы приняли, что нти это значит... А, да. Анатолий, ты не мог пропустить, потому что глагол-то, поэтому, я не знаю, что вы пели, явно не то, что надо. Так. Дальше. Так, дальше. Так, дальше. Аш-ва. Аш-ва. Аш-рам-я. Аш-рам-я. Аш-рам-я-н. Ку-ма-ва-па. Ку-ма-ва-па-та. Па-та-та-та-та-ти-ту-ту-ти-та-та-ту. Там что? Перевод? Как бы я перевел, как лошадь устала, упала на землю. Сколько лошадей? Так, Аш-ва. Ольга? Я по-науге. Я по-науге. Слава богу. А откуда у вас много? Можно поинтересоваться? Можно. Можно. У меня здесь третье лицо написано карандашиком. Хорошо. Откуда вы висели? Можно число окончания? Н. Да. А-па-тан, да? И устали. Окончание Н. И-ва-па-та-м. А-шам-ян, да. Конь устал у него. Не конь устал, а кони устали. Сандхи, в начале, в первом слове какое? Такое же. Такое же. Да не такое же, но похоже. В общем, да. Так как бы... Так как бы... А ну... Нет, подожди, сейчас. Перед гласными. Перед гласными, да, раз. Превращается в А. Ой, повёлся ты на лёгкую добычу. Глагольные окончания уже всё равно. Но... Рано ещё путаться. Вот в одиннадцатом можно путаться, в десятом ещё рано. Хорошо. Дальше. Сабхаям. Сабхаям. Джанака. Джанака. Джанако. Ха... Ха... Хашата. Хашата. Здесь. Здесь. Во дворце. Во дворце. Мудрец сказал. Договорил. Договорил. Это имя. Джанако это имя. Джанако. А. А. Может. Может. Да, на собрании Джанако сказал. Говорил. Да. Хорошо. Дальше. Ну и последнее. Ну и последнее. Я не сомневаюсь, что тебе превосходный перевод. Единственное возможное и правильный. Да вот я вот сомневаюсь. Здесь видео. Здесь видео. Здесь видео. Здесь видео. Пара два. Насчёт пара у меня сомнение. Хорошо. Ты скажи, что у тебя получилось, а потом уже. Каждый пусть скажет, что у меня. Пара есть такое прям слово. Есть, есть, конечно. Сомнений нету. Много не подходит. Много не подходит. Итак, видео. Есть пара. Есть пара. Это наоборот. Не нравится. Нет, не наоборот. Есть глагольный пара. Нет никакого глагольного корня. Тогда у меня нет. Что такое видео? Видео – это знание. Ну или наука, да. Ну да, или наука. Ну да, или наука. Это вата, это божество. Это вата, это божество. А теперь осталось найти связующее слово. Ольга. Ну пара в упражнении в первом к этому занятию приводится к другой дальнейшему. Итак. Знание. Знание. Другое божество. Знание – другое божество. Не согласны? Теперь да. Теперь да. Я понимаю, что это предложение выбивает вас, потому что здесь нет глаголов. Денис, например, плевать хотел на глаголы, но все равно как бы привычнее с ними. Хотя бы есть на что плевать. А здесь даже плюнуть некуда. Да. Согласен. Непростое место. Хорошо. Хорошо. Так. Ну, значит, так. Пятое, Анатолий. Я пятое не делал. Всегда в первый раз делаем пятое. Не добрался до него. Не добрался до него. А что же так? Точнее я его… Точнее я его… Как бы… Прочел, но перевести не успел. Ну, понятно. Хорошо. Читайте. Я бы Елене поручил, так она занята. Поэтому только вы остаетесь. Рамы… 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 Это интересное прочтение. Раму… Раму… Равана… Раджая… Равана… Равана… Раджая… Равана… Равана… Кто кого? Кто в именительном падеже… Ольга? Рам… Рам… Рама… Рама в именительном падеже. Значит, кто герой? Рама. Что Рама сделал? Угу. Победил Рава. победил равану все а что вы не перелезет не было время заняться и на переводом второе предложение сито сито года варья рамаджат чхат поделите на слова сито понятно сколько здесь слов в слове сито одно во втором поэзии во втором начните с глагола с конца начните глагол гачат гачат и ага чат ага чат в этом предложении из рама нет 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 как переводится денис название этой реки что такое да да давать да что такое варень у нас уже было кажется как переводится название те реки корова дающая воду не корова дает воду корова обычно молоко дают анатолий даже на скрываем страшную тайну а чтобы она чтобы она молоко давала ей что нужно пить вон пить пить вон четыре к что как называется дающая воду корова дающая воду корова и соответственно она должна быть на и долго года варе они года варе там опечатка так первое слово где заканчивается анатолий в поезде годовария годоварии и ну допустим го давали а ага 2 и переход и и хорошо года варе допустим а второй какое слово по стирам и что же означает это слово стирам расскажите мне пожалуйста найдите его списке слов я не против если вы сможете перевести годоварь яз тирам тирам анатолий что означает почему-то что за поддержка на то ли годоварь яз книги написано 61 страниц на все итак перевод получается сита шла по берегу реки гадаварья хорошо дальше хорошо ну глагол как переведем получается отдыхали отдыхали там отдыхали от ordinal считай и рама ситайи red Renee с вместе с Ситой? Рама с Ситой. А Саха? Рама вместе с Ситой. Ситой отдыхали на берегу реки Годавария. Да. Хорошо. Дальше. Это предложение там, где целого куска нет? Там, как минимум, есть опечатка в Гангая. Гангая. Там А долгое, которое не должно быть. Нет, у меня почему-то вставлено целое предложение. Там в файле опечаток нет целого большого куска предложения. В начале. Берем. Парнавай. Парнавай. Ванам. Хартараш. Троиха. Таха. Ян. Чан. Ябхава. Йун. Йун. Чан Ябхава. Вот. Ю-то хорошо, а дальше? Ю-т-ха, 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 сейчас я не могу вспомнить эту лигатуру. 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 Ю-т-ха, 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 Бхава. Так сложно переводить с листа. Я не знаю, как вы это делаете. А, попробуем. Ольга, в чубе случае. Это кошмар. Это кошмар. Иногда как сядешь. Иногда как сядешь в ступоре. Понимаю. И еще окончание, да, этого предложения. И вы все прочитали, Ольга. Или вы все прочитали, Ольга. Там же Аранье. Аранье, да. Аранье, да. Махишанопаш-ям. Уо-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Какой здесь глагол, Денис? Последний глагол какой? Ольга? Нет, последний. В Аране Махишан Апашям. А не пас, Апашям. Апашям, да. Хорошо. А ещё какие глаголы? Абхаван. Бхаван или Абхаван? Абхаван, да. Абхаван, да. Так, ну давайте, Анатолий. Абхаван, да. Абхаван, да. Пандаванам Дхатараштрайхсака. Кто такой пандаванам? Пандавы вместе с сыновьями тхритараштры. Да, сыновьями тхритараштры юдханы абхаван. Абхаван, что такое, Анатолий? От какого глагольного корня? Бхаван, глагольный корень бхав, это интересно. Денис? Бху. 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 Глагольный корень бху в прошедшее время не стоит. Что означает, как переводится? Не расслышал, Денис? В прошедшем времени. В прошедшем времени. Ты сказал в настоящем, Денис? Были. 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 Где были? В лесу. Юдхаме в лесу. Орл. Ани. В. Ани. Орле. есть такая книга махабхарата мне все вокруг сражения все вокруг бит вместе 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 были на битве да дальше уже идет следующий да это все дальше следующие предложения дашь дашь буйволицу в лесу буйволицу разберитесь вот когда вам продадут или корову или быка вы поймете разницу между ним будете доить к значит козла также как козочку так и с вами сансклит конечно замученный но возможно выживет сколько буйволов такого пола и так перевод много мужских буйволов в лесу чего-то делали в лесу чего-то делали их по моему увидели вроде винительный подержи вроде винительный подержи в лесу видно да видеть не видно а это же прошедшее время у нас и потому что вы не исправили опечатки в учебнике поэтому его не видите тут двойственное число двойственное я вместе с козлом вижу значит женскую женского буйвола да над вами даже смеются по ту сторону океана неправда неправда анатолий что такое окончание вам надо найти возможность исправить опечатки учебники иначе будете мучиться окончание 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 м первое лицо единственное число как переводим до в лесу видели первое лицо единственное число видели можно увидеть а кто увидел первое лицо я могу увидеть это что за такое наклонение интересно вероятно сна и видишь я вижу кто будет переводить как я же сказал вначале я увидел буйвола в лесу бабочка которая снится что она буйволов или наоборот то есть как это кто вы вы буйвол или вы один или вас много буйвол один все что надо было здесь а вы запутались то ли буйвол то ли кто то ли бы его лица то ли вместе вы с буйволом на двоих там рассматриваете лес последние не последняя гангая там и да значит там опечатка там гангая там гангая а не гангая 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 джалам а гангая 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 да хорошо ну напилась или нет мы еще не знаем пил пил пила так сказать да тут не поймешь напилась ли вы напились ли вы значит гангая как то бы случилось что напила как то бы случилось что напила значит мне так сказалось гангая какая форма инструменталис инструменталис симгулярис то есть видите почему должна быть а краткая да потому что если посмотрим на образец склонения мы видим сутая а не гангая а не сутая я уже показывал кажется вам или вам еще не показывал на почте получил учебник и чергиной показывал где 56 года так вот некоторые опечатки в нем живут уже 60 лет эта опечатка в частности ну живет лет 25 точно то есть это классика ее надо беречь но имейте ввиду что надо быть внимательным и иначе можно вы заставляете нас портится опечатку с этими опечатками да конечно хорошо дальше Анатолий Гире 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 Чиха Рададжа Вапататам итак герой по имени Вапататам Да, Денис? Его имя было Вапататам. Я до сих пор не зашел, сейчас проверю. Хорошо, проверяй. Сейчас проверю. Анатолий? Ее звали Аджа, а его Вапататам. И родилась у них дочь Гирех. Сколько слов во втором поезде? Точнее, в единственном поезде. Анатолий? Я пытаюсь разобраться. Глагол вычлените? Глагол обычно где, Анатолий, находится? В конце. Найдите глагольное окончание, хотя бы, если глагол не видите. Так, больное окончание, больное окончание. Там? Там? Интересное глагольное окончание. Ольга, вы согласны с такой трактовкой? Глагольное окончание там. Значит, какой глагольный корень здесь? Анатолий? Там? Там? Где вы тут видите там? Мы только что нашли окончание там. А помимо окончания там, есть еще и глагольный корень там? Глагольный корень. Глагольный корень. Глагольный корень Вап, вероятно. Глагольный корень Вап, вероятно. Сейчас я блевану. Как? Пат. 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 Не случилось этого. Пат. Не случилось этого. Вы что, ребята? Что с вами? А вдруг там кто-то встречает? Ну так, в общем-то. Ну так, в общем-то. Достаточно сложно было разбивать, конечно. Пат, глагольный корень Пат. Перед ним что стоит? Денис. Что тут разбираться? Я другой глагольный корень подбирал. Аугмент, а? Аугмент, а? Ну, перед глагольным корнем. Ну, перед глагольным корнем. Аугмент, а полностью мне глагол зачитайте. Апататом. 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 Переведите. Теперь, Ольга, они мне скажут, что не знают они такого глагола, как Пат. Перевод на предыдущей странице, кстати. Летать, летать, падать. Летать, падать. Летать, падать. Третье лицо. Хорошо. Летать, падать. Какие еще слова вы можете вычленить в этом поезде? Анатолий. Шейкхар, Денис? Да, Шейкхара, вершина. Да, Шейкхара, вершина. Шейкхара, конечно, вершина. А в каком здесь падеже она стоит? Шейкхара. Шейкхара? Шейкхара. Ольга, вы согласны? Нет, что-то здесь так написано, интересно. Нет, что-то здесь так написано, интересно. Шейкхарад, конечно. Какой-то падеж, Анатолий. Елена, вы следите за мыслью? Нет. Понятно. Анатолий? Винительный. Очень интересно. Теперь с этого места поподробнее. Нет, ну здесь отложительный падеж. Конечно, здесь отложительный. А, да, отложительный падеж. А, да, да, отложительный падеж. А какое здесь третье слово? Как оно было до Санхи? Денис, Гирех в каком падеже? В именительном двойственное число. Подожди, Гирех. Почему Гирех? Есть такое слово тут в начале? Да, Гирех. Сейчас так. У нас же даже в словах на 61-й странице дана подсказка, которую Ольга сейчас озвучила. Анатолий, это какой падеж, Гирех? Итак, переводим, Анатолий. Гирех, Гору, Гору. А если Гирех, Шик, Харад? Горную вершину. Горную вершину. А Шик, Харад обычно... Это... Откройте примеры переводов, которые были в восьмом занятии. С вершины горы, а с вершины. Исходное место. С вершины горы. Апа-та-там. Апа-та-там. Вы сначала разберитесь. Вы Буйвол, Козёл или я? Кто вы? Сколько их? Двое. Двое. Два. Они двоём. Они двоём. Они двоём. С вершины горы. Упали. Это грустно сильно. Упали. Упали. Это грустно сильно. Давайте летели. Упали два козла. Козёл с козой, да. Упали два козла. Да. Что здесь такое сложное, Анатолий? Спасибо. Упали. Если вы это не поймёте, мы дальше не двигаемся. У каждого свою скорость понимания. У каждого свою скорость понимания. Нам придется в унисон понимать. А мы будем изучать подержанное окончание на «и». Конечно, это же будет потом, впереди. Я просто очень часто не смотрю в приложение. А, как бы ты игнорируешь, да? Как бы ты выше этого, да? Страница 73, тогда для тех, кто выше этого. Открыл, Денис? Нет, я запомнил. Нет, ты открой, познакомься. Тогда можно игнорировать сведения, которые даются дополнительно. А до тех пор не советую. Хорошо. Последнее предложение отдадим... Последние два отдадим Денису. Анатолий уже вспотел. Побледнел. Да, я засмущался. И выпал посадок. Да, я засмущался. Вместе с козлами. Думаю. Так, ну здесь... Так, ну здесь... Агнир, ва, на, на... Агнир, ва, на, 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 на... Сколько здесь слов? Вот одного до пяти. Пять нету здесь. Пять нету здесь. Так. Три примерно. Три примерно три. Плюс-минус три. но не больше четырех сперва находим глагол да да это корень да а глагол какой да хат да хаторичное личное окончание без агмента не а а б адахат да адахат адахат жоп что остается агнир в каком падеже что сжег есть такое слово нет даже в образце склонения есть мы никуда не торопимся нас немного уже осталось тех кто хоть что-то ищет там где склонение на кратку примеров да на кратку так лес видимо так полный перевод огонь сжег лес огонь сжег лес да так точно последнее предложение осталось так 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 а чарья а чарья а может хорь хорошо какое слово в поезде дхарма это дхарма где заканчивается дхарма где заканчивается дхарма где начинается беззаконие выручайте елена конечно конечно поэтому ты врезаешься в поезд головой середина состава хотя бы буквы знакомые если даже не слова то хотя бы несколько знакомых букв скажи и ни то и ни другое не дается и так упадишан что это такое елена хорошо как этот глагол простроен расскажите мне про упадишан все все что вы о нем знаете все это правильно запомнили но значит окончание какое здесь в частности ан или н н окончание н свойственна какой что это такое что это первичные личные окончания вторичные личные окончания что это парасмайпада атманепада сингулярис плюрарис второе лицо или первое лицо что это такое а вам не надо помнить пока еще вам надо открыть 58 страницу от какого глагольного корня конечно вы в глаголе должны видеть глагольный корень это основа санскритской грамматики убирайте лишнее чтобы найти корень надо от отрезать лишнее если вы отрезали окончание у вас осталось упадыша вот это а в конце это что такое это у нас местность это деша елена местность это деша елена местность это деша деша это основа настоящего времени чтобы от основы настоящего времени получить глагольный корень что нужно сделать елена так точно что нужно сделать что нужно сделать что нужно сделать а это суффикс а суффикс с помощью которого образовывается основа настоящего времени чтобы от деша получить корень надо отбросить суффикс суффикс а и остается что дыш что означает елена дыш если забыли от значит корни посмотрим подсматриваем залезняки то есть в конце это указывать елена у вас если открывайте и смотрите в конце даже если вы не расслышали даже если через минуту разрывается наша связь вы все равно сможете посмотреть в своей книге и так значит бишь это указывать найдите это в списке этот корень списке корней залезняка я надеюсь что остальные на какой странице денис находится для каждого корня дает одно значение а нам одно и нужно нам 5 пока много мы одно то не можем запомнить анатолий на какой странице так начинает я файлом пользовался как быстрее вот на файлике 12 да да я думаю сейчас указывает лишь указывает итак форма у падиша мы разобрались с хвостом она в начале что происходит расскажите мне елена перед дышим что такое за упа что это такое префикс ну префикс перебреть и елена что такое упа нет они угодно ерунду говорить вы не сбиваетесь так сказать значит где мы можем посмотреть при вербе или префикс и где у нас списочек их есть залезнике после списка 323 страницы и зачитать и зачитайте мне что означает упа да да мы ждем анатолий и вы не елена мы ждем санскритское название упас упасарга нет нет не интересует именно тот который у нас хорошо хорошо итак а откуда здесь а долгое в списке приставок упа а краткая откуда здесь долгота елена санхи конечно но откуда здесь сработали правила санхи если уж сработали то какие денис понимает что здесь сработало конечно там был агумент для того чтобы образовать прошедшее время виде имперфекта мы пользуемся вторичными личными окончаниями мы нашли что n это это из таблицы которые называются вторичные личные окончания так значит надо искать аугмент надо искать аугмент но в глаголах с приставками аугмент ставится после приставок и получается упа плюс а плюс дыш плюс а здесь много составляющих и долгота кого нет такой приставки упа есть приставка упа поэтому если видите долготу она должна вас настораживать понятно да да я понимаю упа что и пошло хочешь хочешь что какая разница но тем не менее имейте ввиду что этот нам небольшой набор приставок привет это основные основной строительный материал славообразование в санскрите тысяча санскритских корней помноженные на 20 приставок образовывают десятки тысяч слов этот набор приставок я вам советую дома время от времени перечитывать перед сном выучив корни набор корней который за до слезняка а там их немного штук 300 с чем-то и приставки вам уже будет легче если вы думаете что легче не будет никогда то могу сказать что легче будет если вы выучите корни и приставки и так я себе утешает ему тоже который вот что вот станет легче станет легче понятно как построена слово ул падишан каждая буква понятно вы должны вгрызаться в каждую букву если одна буква непонятна вы должны брыкаться и когда вы будете грызть каждую с каждое слово у вас все слова будут подписаны падеж число время когда вы будете подписывать каждое слово и понимать каждую букву тогда можно двигаться к текстам а пока пока рано хорошо хорошо если упадышан это глагол то какое слово здесь остается днис дхарман форма армада ну тогда пожалуйста перевод елена а чарья дхарма дхарму падишан еще раз я не расслышал сколько тех кто наставляет и сколько наставляемых учителя а почему учителя а почему учителя наставляют потому что глагольные окончания поросны только поэтому только поэтому ольга расскажите где еще а чарь а долгая а чарья это санхи а вы снимите ольга санхи если снимем санхи что останется анатолий а чарья а чарья а чарья а чарья вес выпадает вес выпадает рулем учителя поэтому это понятно куда смотреть только не д д д зелено понятно где в книге смотри а нет ну как будто не было но полезно знать где это описано в учебнике качирги но это То есть на странице 53 у нас санхи слогов АС и ААС. Если вы думаете, что вы можете позволить себе их не выучить, то я должен вас огорчить. Нет, нет, я не про вас. Я про этих остальных разбойников. Потому что они то переводят то буйвол, то буйвола, то коза, то козел, то козу, то я, то что-нибудь еще. Значит, учителя, что сделали? У нас же имперфектум, это прошедшее время. Наставляли, да, наставляли. Хорошо, хорошо, очень хорошо, превосходно, бесподобно. Вы понимаете, насколько, вот, можно, сколько ошибок можно сделать в одном задании? Энное количество. Много, много. Конечное количество. Много, много, особенно с животными. Ох. Особенно с животными. Да. Что вам сказать? Занятие 11-ое, это перевод почти что не абдатированного текста. Вы уже переводили? Нет, я просто задрянула, я не переводила. Я просто задрянула, я не переводила, я так поспитала не могу. Я вам советую пользоваться наработками из 10-го, когда будете делать 11-ое. Если полностью не сделаете 11-ое, можете не приходить. Через неделю, встречаемся через неделю, в понедельник. Но мы пока еще не проезжаем, мы еще не это... Все-таки в понедельник. Нет, я просто поднимал волну до тех пор, пока не было вас. Вы появились, и воды... Как это там? Как Моисей, который, значит... Да, воды разошлись. Да, воды разошлись, и буря улеглась. А то по поводу воды еще другое... А то по поводу воды еще другое термин есть. Нам ничего не страшно, Илья. Главное, чтобы вы были рядом. Через неделю. В понедельник мы будем переводить историю про кого, Ольга? Про шакала. Про шакала, да. Шакала. Про шакала, да. Шупчение. Про какого шакала? Про ловкого сообразительного? Про ловкого сообразительного? Сообразительное – это слишком красиво для шакала. Ну, так вот. Чиггина предлагает нам. Ну, так вот. Чиггина предлагает нам. Про шакала. То есть все, 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 все ваше... Дальше следует слово, которое мне не разрешено употреблять, которое примерно, значит, из словарного запроса «эллочки», «людоедки». Ваше, значит, все вот это скажется вот в одиннадцатом. Вот в одиннадцатом мне будет понятно. Вы ковыряли в носу или пытались постигнуть? Вот это все будет очевидно здесь. То есть... Вы не правы. А принимаю. Я принимаю свою неправоту заранее. Потому что... Мне с этим вообще не... Потому что переводится ковырять на носу или переводить легко. Я к чему? Попытайтесь, пожалуйста, сделать все. Не кормите меня отговорками, что у вас корова убежала или, значит, там... Бычок был не... Недойный. 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 Сделайте, пожалуйста, домашнее задание. Матриса, можно вопрос? Да. Матриса, можно вопрос? В файле опечаток там везде написано «исправить сандхи» на сандхи. Ну, это если хочешь, исправляешь ты. Если не хочешь, не исправляйте это не столь существенно. Нет. Просто вообще как правильно говорить? Нет. Просто вообще как правильно говорить? Дело в том, что сандхи образовано из каких частей, Анатолий? Какой глагольный корень? Ну... Что он означает? Хи. Означает он... Означает он... Означает он... И какой здесь пример, Елена? Сам. Ой. И что он означает, Елена? Я извиняюсь, просто сразу отслал. Да, конечно, конечно. Какой глагольный корень, да, напрягутся. Ха, тха... Эммм... О глагольных... Эммм... О глагольных корень, тхи... А, тха, что означает? Я не вижу, тха есть. Класть. Класть. Сандхи есть глагольный корень, тха, класть. И привет, сам. Скоро Елена нам расскажет, что он означает. Вместе. Да, я уже понял, что у вас с половыми... С половыми путаницами, половина, путаница. Короче, да, вместе. Положить... Положить вместе. Самый... Значит, и приставка... Ложить, да. Значит, сам... Она переходит в анусвару. Но в упрощенной записи просто сандхи. Сандхи — это упрощенная запись. Англицизированная. Ага. То есть, правильные знатоки санскрита говорят сандхи. То есть, правильные знатоки санскрита говорят сандхи. Понятно. Плохо. То есть, по-хорошему, там не энна, а анусвара. То есть, от меня, Елена, вы будете знать, что сандхи — это не просто сандхи. Это глагольный корень ДХА. И приверху сам. Которое значение? Да. Которое значение? Все предельно прозрачно. Чем прекрасен санскрит? После 20 лет занятий все становится прозрачно. Да вас еще прозрачно? А? Да вас еще прозрачно? Нет. Ну, не как... Нет. Некоторые вещи. У меня еще не 20 лет, Елена, просто. Поэтому еще не прозрачно. У меня все... У меня все 15 первые. Поэтому мне еще... Мне еще надо дождать. А, ну ты... Раскредливый. Вот. Хорошо. Раз вы все такие отличники, тогда надо погонять имено. Тем более, что у нас еще осталось время. И заняться нам все равно нечем. Итак, что мы из имено не делали? Денис. Первые 8 мы не делали. Первые 8 мы не делали. Тогда предлагаю начать с первого. Первый в прошлый раз делали. А, первый в прошлый раз делали. Нет, первый в прошлый раз делали. Второй. А, да. Значит, кто у нас смелый? А смелые у нас Елена. Сейчас у меня файл... А, пожалуйста, с полуредакцией имено открытили? Да, да. С полуредакцией имено открытили. Он будет получше, чем то, что раньше было. С русским переводом. Ну, частичным, да. С русским переводом. Задание, по крайней мере. Ну, там, помимо перевода, есть еще ценный снос. Задание, по крайней мере. В сносках вообще вся соль. Значит, упражнение второе. Елена, у вас есть имено? Да, у меня есть имено. Отлично. Эксерсайз ту. Да, у меня есть имено. Что там нужно сделать-то? Значит, вы открыли, видите? Суффикс А, суффикс Я, да? Видите? Хорошо. Итак, вторичные образования. Значит, у нас, смотрите, слова бывают с первичными суффиксами, а бывают с вторичными. Что такое вторичные суффиксы? Это когда уже один суффикс есть, а мы еще один добавляем. Поэтому в слове инду уже, уже есть, уже кое-что есть. Поэтому мы еще дополнительно добавляем. Итак. Не понимаю, что есть в слове инду? Суффикс уже первичный. Не понимаю, что есть в слове инду? А, понятно. У нас корни, они обычно одно... А, понятно. Однослоговые. Все, что не однослоговое, скорее всего, содержит какой-то суффикс. Ну, например, слово индра содержит две гласные. Но мы не знаем, от какого глагольного корня образовано слово индра. Индусы не могли потерпеть то, что они не знают, от какого глагольного корня образовано слово индра, и придумали глагольный корень для слова индра. Потому что каждое слово должно иметь корень. Есть определенный набор слов, к которым мы не знаем корень. В частности, индра. Он сам по себе. Вот. Значит... Серьезно. Вот. Мы не знаем, от какого глагольного корня образовано слово индра. Но индусы с этим не смирились и придумали глагольный корень, который встречается... Ну, инд. Какой? Кроме как в слове индра. Который нигде не встречается. Поэтому индусам тоже тяжело, их можно понять. Вот. Итак, значит, в этом упражнении нам нужно взять... Нам нужно воспользоваться чередованием глаз, которые мы пройдем на занятие тринадцатом. Открываем. Печергина. Занятие тринадцатое. Семьдесят первая страница. Спасибо. Семьдесят первая страница. Я уже открыл. Я уже открыл. Семьдесят первая страница. Значит, там есть табличка. Да. Маша. А потом, потом. А потом, потом. А потом, да. Потом, потом. Я прочитала, как и... Да, эту табличку я прочитала, как и... Чередование гласных. Вот это вот чередование. Я совершенно не поняла. Я совершенно не поняла. Хорошо, хорошо. Сейчас мы, например... Это не вступление. Елена, мы сейчас, например, это разберем. Поэтому, какая разница, поняли или не поняли, это не имеет значения. Итак. Да, тут я и... Вторичное образование имеют в Иртхе на первом слоге. Итак, в слове инду. Какой первый слог? Ин. Ин. Значит, найдите мне в таблице гласную и. В ступени В Иртхе ей что соответствует? Слабой ступени. Ай. Вот и все. Ай. Вас просят поднять из слабой ступени в ступень В Иртхе. И получим мы Айн. Это первая часть задания. Вторая часть задания. Для чего это? Для того, чтобы образовать новое слово. Что мы делаем? В русском языке есть вода, есть водяной. Понятно. Между ними есть связь? Понятно. Также в санскрите. Понятно. Значит, второй слог мы поднимаем в ступень ГУНУ. ГУНУ. То есть, там какая у нас гласная? Изначально стоит У. А Ей в ГУНЕ что соответствует? И соответствует... Почему мы в первом случае поднимаем в ступень ГУНУ? Можно спросить, почему мы в первом случае поднимаем в ступень ГУНУ? Потому что это требование грамматики. Определенные грамматические формы за собой тянут то, то другое. Это некоторая условность. То есть, об этом в условии это как бы данность? Об этом не сказано в задании? И МНО вас не грузит лишней информации. Но смотрите. Например, у нас Ольга Владимировна. Откуда мы знаем, как звали ее папу? Понятно. Потому что она ОВНА. То же самое будет здесь. Мы будем образовывать ОВНУ. Только в санскрите. В этом упражнении, в первых трех, одни условия. Точнее, во всех одни условия, но суффикс меняется. В каждом упражнении МНО задают какие-то условия. Это не значит, что в любом случае, когда вы будете добавлять суффикс А, что вам нужно будет ВРТХИ и ГУНУ использовать. Нет. Это одна из сотен моделей словообразования. А каким образом я должна буду понимать, как образовать слово? Допустим, какая в данном случае сработает цепень ГУНУ, на ВРТХИ или что? Вам придется это запоминать? Если вы захотите разговаривать на санскрите. То есть, это правил нет? Нет, почему правил нет? У нас есть правило по Анини. Три тысячи девятьсот девяносто шесть правил. Отложи ее на полочку. Если вы не хотите пользоваться правилами, пока просто примите, что МНО, он вам не дает целостной картины. Он учит вас гибкости того, что что-то может чередоваться, что-то меняется внутри слова. Если Кочергина вас просит проанализировать санскритский текст, то МНО исходит из другой позиции. Вы генерируете санскритский текст. Понимаете? Это разные подходы. В этом упражнении он вам подсказывает. В РТХИ первый слог ГУ на второй. Потом добавляем еще суффикс А. Три операции. Над каждым словом нужно проделать три операции. Что означает Инду слово? Луна. Итак, первый слог проверхировали. Что получилось? Айн. Второй прогунировали. Айн. Айн до. А теперь начинается веселье. Открываем страницу 72. И читаем перед гласными. Открыли. Елена, читайте слух. Перед гласными и перед слухами. Е, перед Е, 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 это Е. Перед гласными и перед У в словоформу происходит внутренняя. Перед гласными и перед Е. В санскрите не могут подряд идти два гласных. Поэтому Айн до плюс суффикс А не могут остаться неизмененными. И согласно этому правилу происходят внутренние санки. Они нам что дают? Во что превращается? О превращается в ваф. О превращается в ваф. И что вместе получается? Какое полное слово? Это получается Айн-Дава. Айн-Дава. Айн-Дава означает лунный. Елена, понятно? Да, понятно. Чтобы от слова луна получить лунный, в санскрите нужно проделать вартхизацию, гунацию и добавить суффикс А. Мы взяли чистую основу. Инду это словарная основа. И от словарной основы образовали грамматически правильное слово. МНО нас учит генерировать слова. Когда вы захотите разговаривать на санскрите, то МНО вам поможет. А сейчас поможет, чтобы осмыслить правила. Чтобы не анализировать, а чтобы синтезировать. Понимаете? Это разные направления. Кочергина, по сравнению с МНО, это легко и понятно. Даже когда ничего не понятно. В МНО все строго, потому что если вы что-то упустите, вы сгенерируете неправильное слово. И соответственно не найдете его в словаре. Давайте на примере второго слова. Можно еще вопрос? Получается, пандов это пандарки переводят? По такому только... Да. Потомок. Потомок. Потомок панду. Имеющий отношение к первому слову. Скажем так. Лунный имеет отношение к луне. Маркер, а тогда получается, что... Маркер, а тогда получается, что... Инд, индра, индус, индия, это все однокоренные? Нет. В слове индия образовано слово синду. Синду. А, синду. Да, там другая история. Там из-за персов все. Персы напутали. А в остальных случаях, индра и... А в остальных случаях, индра и ин... Они не связаны. Инду и индра, скорее всего, не связаны. Ну, если связь есть, то они сложно достоверно утверждать. Итак, рту. Елена, что мы делаем с первым словом? Рту. Риту. Первый вред, химон, а. Р приходит в ар, да. А рту опять гунирует? А рту опять гунирует, да? Артава. Артава, да? Артава, артава. Артава плюс А. Артава, да? Что означает рту? Относящийся к сезону. Сезонный. Относящийся к сезону? Относящийся к сезону, это сезонный. Сезонные товары. Да, хорошо. Третий. Елена. Что? 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 Там? Там? Там файле написано. Я вам советую всем распечатать имено в виде последней редакции, которую я выслал. Там все это написано. В группе ВКонтакте. Спасибо. Хорошо. Сейчас мы уже будем закругляться. Пусть Ольга образовывает четвертое, пятое, шестое. Суффикс какой в четвертом? Суффикс «я». Первый слог переходит у нас в ступень бритхи. Как-то делать. Как-то делать. Как-то делать. Как-то делать. Поднимайте. Ну, то есть у нас получается краткое «а» переходит в долгую «а». Получается «а», «ра». Получается «а», «ра». И... И... Ну, а теперь поднимаете в гону. Вот. А в гону? А в гону? Просто «а» ради. Нет, нет. Просто «а» ради. И поднимаем в гону. «А» ради. «А» ради. «А» ради. «А» ради. «А» ради плюс уффикс. «А» ради плюс уффикс. Дает что? Нет. Нет. Аранай. Аранай. Какой Аранай? Аранай. АЕ в Ай не переходит? АЕ в Ай не переходит? Ай. Денис, не слышал. Что, Боже, это мне? Читаем, да? Значит, откройте Анатолий страницу 72-ю и читайте. Например, НИИНЕТАР. 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 НО НАЯЧИ. НО НАЯЧИ. Оставаться без изменений, так получается? Заметьте, Е, А и перед И могут оставаться без изменений. Да. Ну, так могут уставаться, а могут не оставаться. А следовательно проверяем по словарю. Есть слово Аранея. А есть слово Аранея, можно и отступиться? А есть слово Аранея, можно и отступиться? Не надо ошибаться. Аранея, это значит дощечка труб для добывания огня. А Аранея, это горящая головня. Ольга, понятно, что мы проделали? Какой момент. Какой момент. Э, не изменилось? Просто добавился. Ну, то есть у нас Э не изменилось, просто добавился суффикс. И поменялся. Здорово. И я того же мнения. Восхитительно. Давайте пятая, Ольга. Так, Инду-Мати. Так, Инду-Мати. Мы поднимаем А, да, в Ритхе. Берем первый слог. Первый слог у нас. Ну да. Первый слог у нас. И мы поднимаем, да. Э? Шутка, шутка, ай. Шутка, шутка. Шутка, шутка, ай. И теперь... И теперь... Последний мы слог поднимаем, да? Последний, последний. Ин-Ду-Ма-Те. Ин-Ду-Ма-Те. Получается та же ситуация. И получается та же ситуация. Ин-Ду-Ма. Так точно. Ин-Ду-Ма-Те. Ин-Ду-Ма-Те. Что такое Мати? Ин-Ду-Ма-Те. Ин-Ду-Ма-Те. Что такое Ин-Ду? Хорошо, Анатолий. Ин-Ду-Ма-Те. 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 Мы поднимаем давритхи, получается ар. Далее мы поднимаем давуны и получаем арсе, плюс суффикс а, та же ситуация, что ли, арсея. Аршея – это провидец, а аршея – потомок провидца. Дома доделайте второе упражнение из эмино до конца. Я уже сделал. В смысле, сейчас? Я уже сделал. Ну хорошо, сейчас уже не будем вас мучить. Да. Уже я понимаю, что устали, поэтому… Денис, у тебя сколько время? На 11 доход. А, ну 11 – это ещё нормально. На 11 доход. На 11 доход. Хорошо. Хорошо. Ну вы поняли, да, что если не будете делать домашку, то мы с вами будем в большой, большущей… Да. Да. Поэтому… И буйволов будет много, и козёл один. Я же вам рассказывал истории про то, как сын искал в словаре слова Шварценеггер. Да. Да, да, да. Ну вот будет так же. Да. Да, да, да. Будете искать в словаре несуществующие слова, находить их там, несуществующие… А? Мы уже успели поискать. Почему будете? Мы уже успели поискать. Таблички. У вас сзади учебника к следующему разу… Ну этого мало. Она должна быть приклеена. Просто как листочек она потеряется у тебя. Это та… Вот. 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 Ольга. Вы видели, что было у Ольги? Она… Люблю… Вот так должно быть. Я видел, видел. Ольга, не стесняйтесь, поднимите, Елена не видела. Видите, у нее… у нее… у нее бумажки заложены в тех местах, где интересные сведения в книге. И сзади приклеено. Вот. Делайте так же. И будете такими же умными, как Ольга. Угу. Заходите почитать со мной. О, Боже! Заходите почитать со мной Кочергин. Сбоку. Ну я понял, понял. Да, но все равно. Ты послабаешься. Быстрее находи. Да, да, да. Со всех сторон, да. Как тут не знаю. Вот вам, что такое… Хендмейт и… Словарь с тюнингом. Потому что без тюнинга им пользоваться невозможно. Ой… Таблички надо приклеивать к учебнику, чтобы вы тратили поменьше времени. Если вы думаете, что я хочу, чтобы вы тратили много времени на домашнее задание, вы ошибаетесь. Я хочу, чтобы вы тратили часа три… Ну, четыре, наверное, да. Три-четыре. Получается… Что, Илья? Получается… Получается пока все равно много. Много. Получается много, потому что вы занимаетесь всякой фигней, которой заниматься не надо. В частности, вы до сих пор не приклеили таблицы к учебнику, как сделала Ольга. Вот. Мама. Видите? Все согласны. Все согласны. Ой, что вам еще сказать. Вам-то хорошо, вы хотя бы в «П» получили, а остальные даже в «П» не получили. Вы теперь знаете, что надо делать домашние задания. А они не догадываются. Анатолий, во время отсутствия Маши, которая у нас главный, так сказать, вождь краснокожих, предлагаю вам в группе задокументировать, что было пройдено, что было задано и сколько раз отжиматься. Хорошо. Угу. Вдруг кто-нибудь захочет проделать то же, что мы делали. Одиннадцатое занятие – это первый перевалочный пункт. После того, как я сказал, у моего лимона отвалился листик. Значит, это первый перевалочный пункт. Второй перевалочный пункт будет занятие двадцатое. До двадцатого занятия мы до лета не дойдем. Поэтому вы должны будете ограничиться первым перевалочным пунктом. Если вы после лета всплывете, мы дойдем до двадцатого занятия. Я надеюсь, в этом еще тысячелетие и в этом году. Первый перевалочный – одиннадцатый, второй – двадцатый. Наша первая задача – перевести одиннадцатая, а вторая – перевести двадцатая. Все. Летом не будет занятий, да? Летом нет, летом мы просто… Летом не будет занятий, да? Если вы добропорядочные, вы будете делать то, что я задам. А если вы непорядочные, к чему я больше склоняюсь, то вы просто будете отдыхать. Ну, это покажет, так сказать, сентябрь, насколько вы испорчены. В июле и в августе мы однозначно заниматься не будем. Ну, в смысле официально. Задать-то я вам задам. Делать вы этого не будете. Но это мы все поймем в сентябре. То есть времени осталось уже немного. Считайте, что уже отдых начался. Вот. Но расслабляться рано. Ну, может быть, и дотянем до двадцатого? Нет, нет, нет. Ну, может быть, и дотянем до двадцатого? Если… Посмотрите, с каким скрипом уже… Нет. Уже сейчас идет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет необходимости. Если бы это что-то дало чисто физически нагнать, даже если мы могли бы… Нет, нет, нет. Я бы не стал. Значит, мы будем медленно, печально… Все нормально идет. Как в анекдоте. Все нормально идет. Все нормально идет. Все скрипом. Если А. Делать домашнее задание до конца. Б. Ну да. Если не будешь предупреждать не за полчаса до того, как… Если уезжаешь на Гавайи, предупреждать об этом. И тогда в атмосфере взаимного уважения мы сможем прорваться. Но если каждый мне в личку пишет, у меня заболел зуб, у меня, значит, собака убежала, у меня то-то, то-то, и никто из остальных об этом не узнает, я предлагаю, вот что бы с вами ни случилось, пишите в групповом чате. Тогда есть вероятность, что кто-то сообразит, что если из восьми участников пятеро написало, что у них, значит, случилось золотуха, что занятия, возможно, не будет. Ну да, как-то было сегодня подозрительно тихо. Подозрительно тихо. Ну да, как-то было сегодня подозрительно тихо. Я якобы был единственный человек, который должен был знать о том, что будет тихо. То есть не пишите мне лично. Ну то есть есть какие-то вещи, которые надо писать лично, я согласен. Но, грубо говоря, если вы заболели, это не настолько секретная информация, это можно написать в общем чате. И тогда кто-то, кто сообразительный поймет, что, возможно, ему не надо бросать работу посреди, значит, поля и бежать на занятия, потому что все остальные уже сбежали с поля. Ну то есть как-то вот... Мало ли чего у тех, кто все-таки смог. Ну, в общем, с вами-то вроде с этим... Этих проблем нету. С Еленой понятно. Если ребенок проснулся, то она... Хочешь, не хочешь, она мама. Поэтому тут вопросов нету. Ну, к остальным вопросы есть. К тем, кто прослушает, возможно, когда-то эта запись в формате видео. Как вообще настрой, ощущения? Не надоело ли вообще еще? Ольга. Ну, если я раньше считала, что пятница – это день позора. Если я раньше считала, что пятница – это день позора. Пятый занятий – это был рубеж. Да я поняла, что мне это не надо. Я не буду делать домашку. Я села за день и делала. Я сказала, что нет. Нет, бросить вы всегда успеете. Знаете, как за три дня бросить учить китайский язык? Бросить вы успеете. А вот позаниматься был бы неплохо по мне. Хотя бы годик. Если на два села не ходить. После седьмого стало повеселеть. Ну, как после седьмого стало повеселеть. Ну, как после седьмого стало повеселеть. Потому что… Просто если долго, если несколько занятий подряд ни черта не понятно, вы об этом говорите, не стесняйтесь. Я не буду вас не высмеивать, не выставлять. Как бы я вас… Если вам покажу свою тетрадь, вы будете плакать. Потому что вы поймете, с каким идиотом вы связались. У меня нет ни одного живого места, начиная с десятого занятия. У меня все искалякано-перекалякано. В темах про санхи у меня нет ни одного правильного решения. Поэтому это нормально, если какое-то время вы ничего не понимаете. Но говорите мне об этом. Чисто, чтобы я вас не ставил в неловкое положение. Нет, ну, чего не понимать по Кочергиной пока не получается. Нет, ну, чего не понимать по Кочергиной пока не получается. Вот когда ты имено делаешь… Да, это нормально. То есть, в Кочергине мы восстанавливаем… Утерянное… Да, самоуважение. Немножко подлечиваем рану. А потом отправляемся обратно в бой. Генерируем слова, которые не существуют в санскрите. Чувствуем себя идиотами. А потом обратно возвращаемся к Кочергине. Вот это ровно то, как было и у меня. Ну, как бы меня по имену никто не учил, но в смысле мне давали переводить уже тексты. Мы доберемся до текстов. Скоро будет первый неадаптированный текст. Это будет гимн санскриту. Так что будут еще неприятности. Будет возможность почувствовать себя идиотом. Но если вы не будете делать домашку по Кочергиной, нам с вами не будет о чем разговаривать. И вы будете вынуждены избежать. Потому что будете чувствовать себя некомфортно. А зачем это? Я не для того здесь, чтобы вам неудобство создавать. Я хочу, чтобы нам вместе было интересно. По мне, генерировать слова в мертвом языке – это классное занятие. Это захватывает дух и бодрит. И если ты до этого думал, что ты кое-что уже понимаешь в жизни, и вроде бы уже чувствовал некоторую стабильность в чем-то, то ты понимаешь, что земля уходит из-под ног, и что ты нифига не понимаешь даже в мертвом языке. Уже не говоря о живых. Меня это заводит. Мне это интересно. Я надеюсь, что я своим интересом могу вас заразить. Но я говорю, если 3-4 занятия подряд непонятно ничего, не стесняйтесь говорить. Лучше мы потопчемся на месте 2-3 занятия, чем мы добежим до 20-го, и выяснится, что осталось двое. А двое – это значит, что группа распалась, и что мы все расходимся по домам. Это не прикольно. По-моему, такого состояния нет, чтобы ничего не было понятно. Пока да. Но имейте в виду, что мне было бы интересно, если бы мы дошли до конца учебника. Хотя бы до середины. Поэтому не стесняйтесь. Уже интересно. Не стесняйтесь. Нам вроде бы тоже интересно. Этот учебник до конца. Я прошел за год. У нас условия гуманные. За два года. За два года. Все гуманно. Я никого не хочу ни унизить, ни оскорбить. Я хочу иногда задеть ваше самолюбие какое-то. Если есть, что задеть. Пока домашку делаешь, все это задеваешься. Ну да. Пока домашку делаешь, все это задеваешься. Понимаешь, что какой-то тупица, что решал задачу, которую не стоит и не надо было решать. Потому что она и так. Там все расписано. Тебе все дано. Тебе надо собрать конструктор. Тебе даже слова чаще всего не надо искать в словаре, потому что они даны, Денис, при занятии. Да, да. Ты, конечно, их игнорируешь, но... Это, конечно, очень облегчает. Да, игнорировать их. Это, конечно, очень облегчает. Я хочу воспользоваться все же. В этой книге порядка 700 опечаток. Я все же советую их вам исправить. Хотя бы начать исправлять. Предлагаю не откладывать это приятное занятие. Одна в другой группе, значит, женщины... Я спросил, сколько у вас ушло времени, чтобы внедрить все опечатки, известные до сих пор? Она сказала, три дня. Это очень долго. Три дня, чтобы внедрить известные. Неизвестных еще на два дня. А какая последняя версия файла с опечатками? Опять же выкладывал... А какая последняя версия файла с опечатками? Нет, она новее есть. Выкладывал углы. Если не найдешь и напомнишь, выложу еще раз. Что я не нашел. Хорошо. Если вопросов нет, тогда я вас отпускаю. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо за занятие. До свидания, Елена. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...